Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Наш эфир продолжает программу «Радиоблог» с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Сережа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, очередной выпуск «Народной волны», очередной радиоблог. Начну я его, как всегда, с напоминания о том, что в нашем ТВ-клубе «Континент» продолжается подписка, продолжается сбор лайков, перепостов и даже донейтов. Вот. И мы, как всегда, радуем наших слушателей, зрителей, тех, кто интересуется вообще, чем живет страна и чем мы живем вместе со страной. И, в общем-то, встречи с хорошими, действительно, большими профессионалами, то и на прошлой неделе были такие встречи. Ну и сегодня я буквально сегодня утром имел такую возможность поставить материал, очередной материал. Была статья сначала в «Континенте» у нас Эдуарда Тополя, а сегодня мы поставили запись с беседой с ним. Как раз вокруг этой статьи. Это очень любопытная вещь. Ну, Тополь, как всегда, делает все очень интересно, парадоксально, спорно. И я думаю, что те, кто захочет прочитать или послушать, имеют такую замечательную возможность. Вот. Ну и еще об одной новости, прежде чем я представлю свою сегодняшнюю гостью. Новость в следующем. Журнал «Ньюсвейк» опубликовал трагическое сообщение, что 200 билетов на митинг, на встречу Трампа со своими, я так понимаю, потенциальными избирателями, не было продано в зал Юстона. Ну, там зал на 21 тысячу человек. 200 билетов не допродано. Ну, про это 21 тысячу они не упомянули. И фотографию переполненного там яблоку негде было упасть в зала тоже не дали. Такая же история была в Далласе. То есть «Ньюсвейк» в традициях нашей прессы, нашей замечательной фейк-ньюс-прессы по-прежнему живет. Ну, я не знаю, сколько так называемый 46-й господин Брэндон, Брэйден, Брэйден, я уже не знаю, как его называть. Сколько он соберет? 7,5 коллег, когда он собирал. Ну, наверное, я не зря упомянул Техас, потому что моя гостья, моя соведущая ТВ-клуба, наш самый-самый-самый интересный колумнист Елена Пригова. К вашему вниманию. Давно Лена не была на Народной. Я рад тебя видеть, слышать, как всегда. Аналогично. Здравствуйте. Ты была недавно в Техасе, и я не зря... Ну, ты все-таки, наверное, сразу должен в этом. Где я была? Что я делала? Ну, я думаю, это аж полишинеля, секрет, потому что в Фейсбуке многие присутствуют и видели твои репортажи. Я, единственное, до Чикаго никак не доеду. У вас холодно, и, собственно, такое же происходит беспредельное, как и в нашем Нью-Йорке. Поэтому хочется куда-то потеплее, где нет вот той Америки, которую нам предлагают наши господа левые. А есть еще та Америка, в которую многие из нас когда-то уезжали. Америка закона, Америка свободы. И люди покидают свои натяженные места и переезжают, собственно, не ради каких-то коврижек хороших, а ради вот той самой свободы, которая есть основополагающая, всегда составляющая Америки. Или было. Я не знаю. Ну, о чем мы говорить будем? У нас тем много, как всегда, и, как всегда, темы разные. Вот ты начал с Кехаса, с Хьюстона, с Далласа. Я, кстати, была и в Хьюстоне, и в Далласе, и в Остине, и в Сан-Антонии, в разных городках. Две недели напряженной поездки. Две недели. И обратно тянет вот туда, вот за этим духом свободным. Нет, не ковбои с их шляпами. Я была в разных местах, включая самую большую баптистскую церковь Америки. Именно ту церковь, где спонсоры, основные спонсоры Трампа, это The First Baptist Church in Dallas. Это люди, которые, собственно, заработали свои миллионы на разных сферах деятельности, включая вот тот самый, ту самую нефть, которую нам пытаются закрыть, включая тех людей, которые зарабатывают своими знаниями в области хай-тека. Там были профессора университетов. Это верующие американские баптисты, собственно, те, которые в свое время построили Америку. Это те баптисты, которые строили Техас, потому что прежде всего в Техас приезжали люди в середине XIX века за вот той самой религиозной свободой. Я увидела эту мега церковь, где там мегадоноры, где пастор, непосредственный пастор, который является духовным наставником Трампа, проповедует. Я послушала его. В общем-то, конечно, это не моя религия, но по уровню поддержки Израиля это номер один, люди. Это номер один. Это настоящая вот та Америка баптистская, которая верит в священность еврейского народа, в том, что он является столпом вообще иудеохристианства. И они поддерживают как могут. Я попала на службу, ну, чтобы вы поняли, в приходе 14 тысяч человек. Церковь огромная, она состоит из нескольких помещений. Она была заполнена. Я видела вот этих абсолютно разных людей, но я видела вот такое гостеприимство, которое я не видела здесь. Вот мы зашли с мужем, и мгновенно мы были уже окружены вниманием. Здравствуйте, а кто вы? А что вы? Когда прозвучала Нью-Йорк, они насторожились. Насторожились, потому что, собственно, очень не очень хорошие отношения ни к Нью-Йорку, ни к Чикаго, ни к Лассанджелсу. Ну, это естественно. А потом, когда они услышали вот этот акцент, они говорят, ну, у вас не янкий акцент. Я говорю, мы из Украины. И вот тут началось, сразу стали искать своих знакомых. У кого где какие знакомые есть. Где-то у кого-то студент, у кого-то сотрудник, у кого-то сестра, тетка дальних родственников. Это было настолько интересно, настолько по-детски, настолько, честно говоря, даже смешно. Но это вот тот Техас, который существует реальный. Он существует реальный в Хьюстоне, в НАСА. Он существует реальный в тех бизнесах, которые переезжают. Мы делали с Игорем на прошлой неделе очень интересную передачу. Я пригласила своего нового знакомого, который оказался старым моим читателем в Фейсбуке. И когда я просто написала, показала первый свой репортаж, и он узнал, что я нахожусь в Техасе, сразу мне стали звонить разные знакомые, приглашать, увидеться, встретиться, пообщаться. И вот я встретилась с совершенно потрясающим человеком, который бизнесмен. У него, как я говорю, свой свечной заводик был в Лос-Анджелесе. Он переехал полгода тому назад из Лос-Анджелеса в Техас, в Хьюстон. Не жалеет ни одной секунды. И все люди, с которыми я встречалась, с которыми я разговаривала, те люди, которые переехали из вот этих наших синюшных штатов. Я их даже не синими называю, а синюшими. Потому что, знаете, вот как курица. Как птица. Как птица. Птица счастья, которую, понимаете, цыпленком синим забили. И все. Не птица, не счастье. Она же счастье, Лен, завтрашнего дня. С завтрашнего дня мы тихоплавно переходим к Build Back Better. Потому что счастье завтрашнего дня у нас заключается в счастливом. Да здравствует социализм. Да здравствует перераспределение. Отнять и поделить. Да здравствует все, что идет рядом с той здравницей. Да здравствует счастливое наше социалистическое детство. Сегодня у меня красный галстук. Но этот красный галстук не совсем вот тот красный галстук. Он ведь с нашим знаменем цвета одного. Это красный галстук, скорее символ республиканский. И, естественно, это цвет приближающегося Рождества, Крисмас. Поэтому не надейтесь. Это не те красные знамена и не те красные галстуки. Под красными знаменами у нас себя почистил хорошо сенатор Блюменталь из Коннектикута, который является самым богатым сенатором в Соединенных Штатах Америки. Но так уж случилось. У него 100 миллионов есть денежек. Но бывает. И вот этот богатенький дядя рассказывает своим слушателям, своей аудитории, как надо жить. Ну, наверное, он правильно когда-то женился. Он правильно когда-то устроился. Потому что вот эта синекура, которая у них в Сенате, это тоже очень доходное место. Так что не сомневайтесь. Что еще? Сенатор Блюменталь на прошлой неделе, конечно, выступил на эвортс, на награде коммунистов. А сейчас он уже извиняется. Когда получил по голове за это, он начал извиняться. Я не я. Я неправильно понял. Не туда пришел. Простите. Каюсь. Я думал, это социалисты. А они не простят, Лен, такой измены. Я думаю, что его в черный список занесут. Даже не сомневайтесь. Или же простят. Мы никто не знаем. Ну, если денег даст побольше, то да. Ну, пока что у нас во враги народа попал Джо Манчин. Тоже сенатор. Который, как вот я написала, лучше иметь одного демократического Джо Манчина, чем пучку слонов, которые поют в одном хоре о славе. Потому что то, что сделал Манчин, я считаю, является поступком. Его записали в предатели партии своей, потому что он поставил большой, как говорится, в музыкальном терминологии быкар на их build back better. По крайней мере, в том варианте, в котором оно сейчас существует. И планы партии, планы народа пока временно откладываются. За это он побиваем камнями и всякими разными нехорошими словами от своих сопартийцев. Они ему пишут всякие гадости и пророчат то, что он, собственно, продался злым капиталистам, которые там добывают уголь и прочие народные богатства природные. И поэтому он у них якобы на зарплате, но бывает. Вы знаете, я сейчас могу сказать так. Говорить о чем-то очень серьезно в эпоху вот этого безумия, в котором мы существуем, без иронии вообще что-либо анализировать нет смысла. Потому что ирония – это единственное средство, которое помогает как бы абстрагироваться от того, что происходит вот рядом с тобой. И не просто абстрагироваться, как бы посмотреть со стороны, подняться на уровень выше проблемы и увидеть всю проблему. Проблемы, прежде всего, я вижу и постоянно мы об этом говорим, не столько в демократах, сколько в республиканцах. Потому что если бы не были республиканцы такие мягкотелые, если бы они не были такие сговорчивые и не покупались на разные уговоры, некоторые из них в большом количестве. Я почему говорю о большом количестве? Потому что вот тот же инфраструктурный, собственно, Билл, который сейчас пытаются хоть тушкой, хоть чучелом пронести и выдать нам его на гора, если бы не было тогда соглашательных 18 или 10 республиканцев. Ну, простая арифметика бы показала, что все бы это не прошло в первой инстанции. Но у нас всегда находятся вот эти ренегаты именно в республиканской партии. Потому что кроме сенатора Манчина и сенатора Синема... А, кстати, Лен, вот про Синема. Я что-то ее перестал вот в этой связи видеть, слышать. Потому что она вроде бы тоже была не совсем довольна, а потом тихо замолчала. А вы не знаем... Игорь, мы никогда не знаем, какие подковерные игры кто... Что ей пообещали... Ты понимаешь, мы же не знаем, что обещают... Ведь то, что сегодня сказали демократы, то есть они записали в предатели, но они окончательно не оставили возможности договора. Они будут дальше, они будут дальше тихо, спокойно добивать. То есть они пойдут на какие-то уступки. Они отдадут там какую-то позицию. Они будут играть вот это перетягивание каната. Но ведь такие же условия они предлагают и республиканским сенаторам. Ведь то же самое, я же не уверена, что среди республиканцев, а они точно есть, будет монолитно все. Я не уверена, что они все выдержат вот те предложения, которые... Да, вот на сегодняшний день вот получилось все-таки так, что 50-50 и что ни один даже, ни Ромни, ни Мурковский, ни другие, которые уже себя зарекомендовали, они вроде бы никто не сказал, что перейдут на сторону, на ту. Понимаешь? Мы имеем ситуацию, Игорь, мы имеем ситуацию на сегодняшний день, а сегодня у нас 20 декабря, все переговоры перенесутся после Нового года. Мы не знаем, как они отметят Новый год, мы не знаем, как они отметят Рождество, мы вообще ничего не знаем, кто, где, с кем будет договариваться. Но вот эта подковерность американской политики... Начнем с того, что все политики продажны. Непродажных политиков нет. Люди, идущие в политику, не отличаются особыми крепкими моральными качествами. В политику идут для того, чтобы зарабатывать деньги. Но не для нас с вами, для себя. Для того, чтобы лоббировать чужие интересы, для того, чтобы договариваться. Меня смущает во всей этой ситуации даже не столько то, что сейчас build and better, сколько уже заранее разговоры идут о social security, о том, как будут выживать вот те люди, которые зарабатывали себе долгие годы пенсии при уровне инфляции. Меня также смущает, мягко говоря, поведение нашей родной прессы, которая дана отмашка быстренько отмывать господина Брэндона. Быстренько-быстренько, потому что где только нагадить, он нагадил. Но вот при ценах на бензин, кстати, пока я не забыла, в Техасе галлон стоил, вот когда я заправлялась, 2,80. То есть если в Нью-Йорке это 3,60, вот так вот где-то 3,70, в Калифорнии даже говорить не хочу, там под 6, самый дешевый. Самый дешевый, ты имеешь? Самый дешевый. То, конечно, слава нашему товарищу Байдену, или Брэндону, или 46-му, за то, что он сотворил с нами так быстро, как он опустил всю экономику, всю мировую политику, и все, что можно дальше опустить, упало и начало валяться. Так вот, пресса говорит о том, что какое великое достижение Байдена, он на 10 центов снизил стоимость бензина. На 10 центов. Но дальше идет классическая классика, классика жанра под названием пропаганда. Когда тебе говорят, информацию дают, но информация не идет в сравнительное, а информация идет в чистом виде. Вот он 10, у нас есть графа ДНО, 10 центов он нам сэкономил. Но то, что он доллар у нас украл, при этом молчат. Вот эта пропорция 60 на 40, она всегда остается неизменной в пропаганде. Ну и, конечно же, больше всего добивает меня вот это принуждение к вакцинации дополнительной, к этим бустерным принуждение. Насколько это законно, никто уже не говорит. Потому что о законе, у нас закон политизирован. У нас, ну все политизировано. Сегодня на эту тему я буду как раз говорить с адвокатом Борисом Палантом. Почему? Потому что, вы понимаете, вот та фемида, которая должна быть с повязкой, она давно без повязки и давно партийна. И давно партийна. И, к сожалению, вот то, что у нас происходит с нашими судами, вот эти постоянные судебные тяжбы, я это называю американская, великая американская забава, которую называют это sue somebody and retire it, кого-нибудь судить, заработать деньги и все, можно уходить на пенсию. Вот такая забава у нас продолжается. И это каждый день, это ежечасно. Это потоки лжи. И при этом самое главное, то, что 319 миллионов товарищ Билл Гейтс бросил на пропаганду вакцины. И когда мы говорим об этом на пропаганду, именно на пропаганду, поэтому масс-медиа в ее чистом виде – это вот то самое геббельсовское информационное агентство, по-другому назвать нельзя. Это то, что мы когда-то наблюдали в Советском Союзе. Это то, что наблюдается во всех тоталитарных государствах. Хочешь завоевать место под солнцем – купи прессу. Пресса вся у нас продажная. Пока у нас не закончился наш вот этот первый сегмент передач, я хочу буквально, чтобы ты пару слов о тех республиканцах, кто не разочаровывает в первую очередь Десантис и так далее. Вот ты же следила, что из-под их пера и какие действия происходят там. Я могу сказать так. Ты совершенно правильно сказал. Два республиканца, которые пока что не разочаровывают. Это два губернатора – штата Техас и штата Флорида. Из этих губернаторов, по крайней мере, Десантис мне очень нравится. Он импонирует хотя бы тем, что он сопротивляется активно. Он не просто молчит. Он на каждый вот фельдкинограмм, который исходит из Вашингтона, а Вашингтон ничего не производит, кроме сливных очистительных вод. Десантис воюет с ним. Поэтому вот зона свободы у нас сохранилась в нескольких местах по всем Соединенным Штатам Америки. Особо она чувствуется, конечно, во Флориде. И очень чувствуется это в Техасе. Два человека. Но я не уверена, что Техас при его, скажем так, вот этом Бровановском движении, которое происходит сейчас из-за людей, которые приезжают из Калифорнии, а из Калифорнии приезжают не только люди за свои свободы, из Калифорнии приезжают люди в желании налоги свои немножко сэкономить, потому что они абсолютно разные. Я думаю, что просто сейчас я смотрю на часы 3.30. Мы вернемся к этой теме. Если она интересна, мы вернемся. Сейчас реклама. Сейчас реклама. Оставайтесь с нами. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цезарским. Продолжаем нашу программу. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Также напомню, что в этом сегменте вы можете позвонить в студию и задать вопрос. Кстати, у нас уже есть звонки. Да, пожалуйста. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Лена, я читал ваши прекрасные очерки по техасской очерке. И вы описали то, что Техас уже не совсем такие красные, а скорее всего порпонные. И какова перспектива полного потенения. Потому что на прошлых выборах сенатор Круз и президент Трамп с трудом выиграли этот штат. И за это время очень много калифорнийцев и из наших штатов переселились туда демократы. Вот на ближайших выборов, как... Спасибо, на новом слове. Я хочу вам сказать, я не уверена ни в чем. Я не ванга. И давать предсказания сейчас, в наше время, это последнее, мне кажется. Поэтому что даже политтехнологи, мне кажется, не могут спрогнозировать ситуацию. Я могу сказать, что за последнее время Google переехал полностью в Остин. Переехали такие компании, как Hewlett-Packard. Переезжают полным составом. Headquarter будет Илон Маск иметь там. И будет строительство сейчас новых заводов, Теслы, связанных в разных местах они будут. Headquarter у них будет находиться в том же Остине. Остин, могу сказать, Остин абсолютно синий город. Просто синий город. Почему? Потому что вот вокруг всех больших городов, вокруг больших мегаполисов, вот такой красный пояс существует, вот это три города. Потому что, как правило, туда переезжают люди, которые хотят расти в детей в безопасных местах, отдавать детей в хорошие школы. В данном случае это не имеет значения цвет кожи, потому что очень много... Там совершенно другое чернокожее население, там совершенно другое испаноязычное население, которое живёт давно. И они хотят тоже иметь спокойную жизнь, они хотят тоже иметь безопасность на улицах. Они хотят... Они не хотят такого же социализма, они хотят работать. Работать, зарабатывать, получать и радоваться жизни. Почему я сказала об Остине? Остин — это главный штатовский... Главный распределитель, скажем так, штата Техас. Потому что в Остине находится губернатор, в Остине находится местный сенат. Так вот, местный сенат практически весь, демократический весь. Как правило, приходит в городах голосовать минимальное количество людей и выбирает вот этих синих демократов для тех людей, которые приходят голосовать. Минимальное количество избирателей выбирает себе на голову вот это всё. Конечно, вот это движение по переселению, оно же имеет, как говорится, обоюдоострый такой меч. Он может помогать красным штатам, и он может помогать точно так же эти красные штаты делать фиолетовыми. Потому что пурпурными, как вы сказали. Я это видела. Я это видела своими глазами, вот как люди, которые приезжают со своей идеологией... А вы должны учитывать, что вот те компании, большие, огромные компании, которые приезжают из Калифорнии, как правило, хай-тек, они все либеральные. Потому что там действует закон корпоративного права. Кто не с нами, тот против нас. Я сказал, вы подчиняетесь. Но, как вы сами понимаете, Гугл, который переезжает, Гугл, который основал человека, который ненавидит Трампа, Гугл, вот этот наш Брин, тоже наш мальчик. Знаете, как говорят, наши мальчики, наши девочки. Вот этот наш мальчик, которого родители привезли из Советского Союза, но забыли его научить тому, чем был Советский Союз. Это приехали, как правило, либеральные родители с такими же либеральными детьми, они выросли. Брин плакал, когда избрали Трампа. Плакал. Серьезно. То есть взрослый мужчина, который плачет, потому что, ну, не дали ему его конфетку, конфетка вот оказалась далеко от него. И о чем можно дальше говорить? Лен, ну, на Кубу не уехал при этом. Ну, они все ображали куда-то уехать. Ну, в Канаду, понятно, в Канаду самое время ехать в Канаду, потому что Канада уже не просто превратилась в такой, в отстойник социалистический. Там все правительство такое. Ну, бог с ними, это Канада. Не хочу. Не хочу говорить о Канаде, потому что тут своих тараканов предостаточно. И, к сожалению, никак их вывести невозможно. Поэтому приходится... Звоночки. Соскочил. Соскочил? Перезвоните, пожалуйста. 847-400-5200. Давайте попробуем принять. Добрый день. Давайте. Здравствуйте. Уважаемая Елена, я, конечно, желаю Техасу, чтобы у них не образовалось такое кукаунти, как мы имеем здесь, и чтобы оно не могло перевесить голосование всего остального штата. Но вот у меня вопрос немножко другой. Я все время всех спрашивала, почему американские евреи действуют, ну, не все, а где-то там 75%, действуют вопреки своим интересам, вопреки интересам Израиля, и поддерживают своих врагов в виде демократической партии. И вот совершенно недавно у нас есть такая доктор очень правильных взглядов, Елена Колс, пригласила к себе психиатра, и он нам рассказал про Стокгольмский синдром. И тут меня, так сказать, посетила мысль, мне кажется, правильная, что они все, так сказать, проходят через этот синдром. То есть они хотят, как бы, понравиться своим вот этим врагам, которых они понимают, они победить не могут. И вот они таким образом становятся похожими на них, и даже действуют более активно и более злостно, чем эти самые враги. Вот как вы считаете, правильная ли эта мысль, правильная ли эта мысль или нет? Я вас посетила, хорошо, Елена, пожалуйста. Я могу согласиться с этой мыслью, потому что она имеет определенные свои истоки. Вы посмотрите на историю евреев, посмотрите на тех, кто убегал от погромов, и чем потом это заканчивалось, и чем это потом вообще закончилось. Вы посмотрите состав тех, кто предложил нам марксизм и прочие измы. Посмотрите на национальный состав. Еврей, отошедший от Бога, как правило, становится безбожником. Безбожник – это, знаете, используя Достоевского «если Бога нет, все можно». И дальше вступает в закон вот эта мстительность, я буду мстить. Помните, как Владимир Ильич мстил за своего брата? Он отомстил всем. И вот то, что евреи склонны, с одной стороны, к созидательности, с другой стороны, к деструктивизму, это, если вы проследите всю историю еврейского народа, вы это увидите. Как только вышли, понимаете, им дали все, скрижали, все в пустыне им сказали, и они пошли сразу истуканов ставить. Просто достаточно посмотреть на разрозненность, на вот это желание всему миру сделать хорошо. Вот это желание сделать всему миру хорошо, как правило, приводит к очень тяжелым последствиям. Я сформулировала несколько иную такую, в общем-то, вещь по отношению к еврейскому народу. Евреи делятся на две категории – жертвы антисемитизма и его причины. В последнее время очень сильно активизировались именно последние. Поэтому на самом деле, на самом деле, это очень грустно. Очень грустно, потому что если вы проанализируете вот тот же состав, который сейчас помогает той же Палестине, это очень много евреев, вы посмотрите на количество евреев, которые поддерживают БЛМ. Собственно, не поддерживают БЛМ, они его создают. Там огромное количество евреев. Я видела своими глазами в прошлом году вот этих мальчиков в кипах, девочек таких датишных, которые стояли и очень негативно себя вели в рядах именно БЛМ. Но вместе с тем ортодоксальные евреи хасиды, я с ними тоже была вместе на протестных маршах, так вот хасиды, они как раз поддерживали Трампа. Народ разделен, нельзя говорить так однозначно, но в пропорциональном количестве, пропорционально вот тех деструктивных, вот таких как Шиф, таких как Шумер, таких как, вот просто дальше проанализируем, возьмите Сороса. Он этнический еврей. Неважно, что он не религиозный, не верующий, он этнический еврей. Да, Орл Маркс. Зло. Зло. И все остальные, которые, собственно, убивали, уничтожали. Ну, неважно, что у нас очередной, очередной сенатор из Коннектикута, тоже с еврейскими корнями, бежит к коммунистам. Неважно, что он при этом имеет много денег, но они все время топчутся в грязной воде. Вот эта грязная вода или от того, что они там топчутся, становится такой, или просто она их привлекает именно вот каким-то своим деструктивизмом? Заметьте, это случилось со временем. Вот представьте себе тех же еврейских беженцев, когда бежали от погромов из той же Российской империи, да? Это те дедушки, прадедушки, прабабушки наших сегодняшних вот этих деятелей, в том числе в Конгрессе. И вот заметь, то первое поколение, вот интересно, оживи их, что бы они сказали на сей счет? Потому что мы наблюдаем кубинцев, убежавших от Кастро и его режима. И вот они почему-то не встают под знамена леволиберального вот этого всего братства. Как ты считаешь? Я считаю, что просто короткая память о нации. Короткая память, потому что нация, она точно так же разделена на политические взгляды. У нас, у еврейского народа такая национальная забава. Все все понимают в политике, все большие экономисты, как в том анекдоте. А у меня, у дяди Изя не просто экономист, он старший экономист. И вот это постоянное расталкивание плечами и локтями, что вот я все знаю. Я самый главный, я самый лучший. Я наблюдаю даже вот в каких-то группах. Вот это особый разговор в общественных группах, в социальных сетях, поведение. Мне интересно поведение людей. Вот очень активные наши мудрецы, которые знают все по любому поводу, без доли сомнения. Они дают советы направо и налево. Они все знают. И вот это желание показать, что я знаю все, без доли сомнения, говорит об ущербности. Об ущербности. Потому что это, ну как сказать, вот когда человек чего-то не знает, а человек не может все знать. Вот мне говорят, дайте какой-то совет. Я не даю советы. Я не заглядываю. Я журналист. Журналист имеет дело с фактом. Вот есть факт. Он пришел, она сказала. Как будет дальнейшая реакция, это уже опять-таки не ко мне, это к политикам. Это разные профессии. Я буду дальше анализировать, что скажут политики по поводу данного факта. И как мы можем реагировать на это. Поэтому, господа, вот тот вопрос, который мне был задан, он вызывает чувство недоумения. Я недоумеваю, когда я анализирую деятельность и поступки огромного количества либеральных евреев. Потому что они есть вот та причина, по которой, как вам сказать, они все время ищут дружбу с врагами. Они не понимают, что вот это миротворчество, как лучше всех сказал, конечно, о Черчилле по этому поводу, это кормящие крокодила. Они кормят крокодила в надежде на то, что крокодил соживет их последним. Лен, самое интересное в данном случае, что они, в твою очередь, эта категория, очень недоумевают по поводу нас с тобой. И вот тех наших слушателей, которые смотрят, слушают сегодняшнюю нашу передачу. Потому что они считают, что это мы какие-то неправильные. А ты понимаешь, вся разница заключается в том, что мы можем считать как угодно. Но мы уважаем свободу слова. Мы уважаем свободу мнения. И уважаем первую поправку. Они только декларируют это. Но они совершенно не уважают, потому что, в отличие от нас, ну, сказал человек, ну и бог с ним. Мы можем соглашаться, не соглашаться, оставаться при своей точке зрения и вести дискуссию. Мне говорят, почему вы не тут дискутируете? А с кем? У нас не осталось людей, с которыми можно вести дискуссию. За последние четыре года мы убедились в этом, пять лет уже, убедились абсолютно точно, что у нас нет оппонентов. У нас есть просто откровенные враги, которые пытаются нас уничтожить правдами и неправдами, которые пишут доносы. Да, я не подбираю слова. Пишут доносы в тех же социальные сети. Они пишут доносы в YouTube. Они пишут доносы. Это вот та категория вертухаев. И это та категория, которая писала 4 миллиона доносов в Советском Союзе. У меня с ними нет ничего общего. У меня с ними абсолютно ничего нет общего. Потому что для человека свободного, вот эта свобода самовыражения, свобода слова является основополагающей. Они так не считают. Поэтому они цензурируют всё. Абсолютно всё цензурируют. Смотрите, кто пишет. Посмотрите на фамилии авторов. И вы поймёте, о чём мы говорим. Мне стыдно за то, что мы производим такое количество подонков, наш народ, и огромное количество талантливых людей. Но эти талантливые люди и их действия перечёркиваются действиями вот этих людей, которые приходят. Вот таких, как Адам Ши, как всё руководство еврейское, Глюменталь, или Надлер, или все члены и Конгресса, и Сената с еврейскими корнями, которые бегут и поддерживают самые деструктивные явления, которые существуют в нашем мире. Может быть, потому что они плохо знают историю. Может быть, потому что они не анализируют, почему их бабушки и дедушки убегали из тех стран, откуда они убежали. Очень многие имеют корни из стран Российской империи. Но вместе с тем, когда они приехали в Америку, они строили по своему образу и подобию, в которой они борьбу там затеяли, они строили детские лагеря, которые вот те с краснознамёнными мальчики и девочки строили светлое будущее. Я видела такие лагеря вот здесь, они в Кацкильских горах есть, Киндерланд называются. Раньше только наедыш был, сейчас там принимают не только наедыш, они говорят, а, естественно, по-английски. Ну, там красные знамённые, кулак поднятый вот так вот, это символ антиби. Но всё равно, там более такая разношёрстная публика была, там было очень много людей, которые, в принципе, начинали работать и воспринимать именно этику, именно характер этой страны так, как надо её воспринять. Либо тебе плохо здесь, то есть, ну, объективно. Это загадка всегда для меня. Вот когда разговариваешь с либеральными нашими единокровными умниками, иногда доводится, то начинается сразу такой наезд, резкий наезд. Они пытаются сначала тебя катком вот так вот протаранить, а потом они говорят, ну, почему вы же молчите, вы же ничего, вы же такие деструктивные. А ты стоишь и думаешь, как бы мне подальше от тебя отойти, чтобы вот этот вирус твой не захватить и не замараться. Потому что когда ты смотришь, ну, вот у нас есть в тех же университетах, у нас есть умеренный либертарианец, да, Аршевец? И у нас есть, извините, и Сололинский, который пришёл и это сделал. У нас есть Андреан, и у нас есть кто? Кто у нас сопротивляется сейчас больше всего? Ты имеешь в виду из университета? Ну, конечно. Продолжает. Назови я их... У меня сейчас в голове... Их не есть числа, как говорится. Дело в том, что вот, условно говоря, нас ругают часто. Вот вы Сороса, Сороса, бесконечно вас Сорос. Но заметьте, Сорос уже стал нарицательным. Понятно, что не он один действует. Но дело в том, что вот он подаёт вот тот самый пример, он мелькает везде. И вот мы недавно только печатали материал про его роль в назначении местных прокуроров, которые, в свою очередь, потом ведут политику отпускную. И сейчас, видишь, та же Калифорния, и не только Калифорния, вот эти большие сети магазинов перед Крисмосом, они завыли, дайте нам полицейских на охрану, помогите нам, нас же грабят. Господа, так вы же грабителям те же деньги давали. То, о чём ты говорила несколько минут назад. Ты понимаешь, когда мы говорим о деньгах, они берут эти деньги, они дают эти деньги. Там такой, знаешь, круговорот денег, который остаётся вот внутри вот этой общности. И ты ничего не сделаешь. Ты с этим ничего не можешь поделать, потому что здесь нужно ломать вообще систему. Они разрушили, как могли, систему образования. Как могли, они разрушили. Потому что франкфуртская школа, которая приехала в начале 30-х годов из Германии, полным составом, ну, она заложила вот ту основу деструктивизма, который потом пророс вот теми метастазами в обществе. Я сказала, что, написала вчера, что всюду, куда приходят левые, приходят крушения цивилизационные и плесень сознания. Вот этим, пожалуй, можно закончить. Закончить нашу сегодняшнюю передачу, потому что у нас, к сожалению, когда разрушено образование, то всё здание остальное рушится. Без образования, без правильного разговора, в обществе нет диалога никакого. Значит, с кем мы разговаривать будем? О чём мы будем говорить? Мы находимся в состоянии, господа, гражданской войны. Если вы сомневаетесь, что у нас такое состояние есть, то мне больше добавить нечего. Мы находимся... Тогда мы счастливые люди, можно сказать. Ну, можно, конечно, тешить себя надеждой на то, что что-то изменится. Вы поймите, они сейчас находятся в том состоянии отчаяния, потому что все меры, которые предлагаются закрыть... Тихонечко ушли из эфира. Поэтому спасибо тебе большое и до новых встреч. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!